здравствуйте сегодня у нас пятница 10 июля я решила что не записать вам видео с микрофоном пробу как бы проба пера поэтому такое видео будет легкая надо еще раз говорится мне пришла давно уже не делала разговорные видео я просто хочу это немножко порассуждать сегодня а вот уже такие серьезные видео там рассказать про экономику испании про королевскую семью это все-таки надо там как-то подготовиться и опозориться вот знаете я вот одно время как то вот я хочу просто поговорить а вот о людях как мы видим людей вот у меня такая тема будет что мы иногда неправильно вообще видим людей неправильно их понимаем неправильно понимаем я вот этого тоже с этим столкнулась в ю тубе когда вот я стала вести канал и я поняла что люди абсолютно не так меня видят как я хочу ну как как я сама себя вижу то есть как я сама себе вижу люди меня не так видят и ну это нормально правильно потому что как-то первое впечатление вот всегда говорят что первое впечатление она всегда правдивая ну может быть об основных чертах характера и правдивая но жизни человека первое впечатление не дает ничего то есть вот ну хотя бы о том что вот если например в испании вы можете познакомить познакомиться с мужчиной и вы никогда в жизни не поймете богатый он бедный успешно неуспешно здесь это увидеть невозможно ну потому что все здесь так не придают значение одежде не ничему и то есть не знаю я здесь вот сколько я здесь живу я не могу сказать какое благосостояние у мужчины с которым я разговариваю никогда я бы никогда в жизни не поверила вот что криву кристоф там две квартиры что у него там что-то не карусель такая была ну он вот так вот на улице каким-то ну потому что одна девушка про него так сказал который вообще в первый раз увидела она сказала какой-то придурочный старичок я гроха у этого придурочного старичка и там типа ну в общем вот я у меня вот такая вот тема сейчас как бы первом впечатление которое бывает вообще неверным абсолютно я хочу рассказать про вот как у меня резко поменялось отношение клепка и в отлине happy every day то есть начале она мне тоже казалось какая-то странная тетя каких-то все время рассуждающая каких-то материях что какая-то у нее нелепая жизнь странный муж которого она привезла из россии вообще что все так казалось такое странное очень непонятно для меня как бы было непонятно а вот тут вот когда она стала рассказывать о своей жизни у меня как бы все на место встала вот все на место первое что вот я помню иногда треки ехала и она значит начала рассказывать про те места по которым они едут я еще туда подумал о как она красиво говорит красиво прямо как гид то есть я подумала что но она же говорил что она где-то училась ну думаю наверное есть все таки образование человек очень красиво и интересно говорит вот это вот и и она сразу же у меня как бы вот ну она поднялась как моих глазах вот потом значит вот это видео разоблачающие вот этой лоры которая всякого понесла на эту лену happy every day ну просто и и вот это поносить начала а я вот знаете потом как бы подумала о том что лена просто она она не говорит гадости про людей но наверное все время так высказывать свое мнение свои чувства свои какие-то отношения к людям а у нас все принято это как бы выворачивать что-то плохое как соседка начала прибираться как-то вот переворачивать может быть вот эта лора она может быть просто лену не поняла может ли на чуть такого и не хотела сказать на я думаю что скорее всего когда она говорила о людях о людях она как бы высказывала код своего может отношения потому что увидела может может тоже на неправильно вот потом должны понимать что все-таки иммиграция это очень тяжело это очень тяжело человек остается один и я учил что скажу вот одну вещь что здесь вот в иммиграции вот когда мы пытаемся здесь завести отношения мы начинаем заводить отношения с теми кто есть поблизости а в реальности эти люди нам не подходят ну то есть на них другой мир другое мировоззрение там какие-то другие стремления я не говорю что это что-то плохо неплохо каждый человек каждый человек своя жизнь вот понимаете когда вы в россии живете у вас вокруг все русские и то есть вы можете выбрать по духу человека и с ним общаться то есть а здесь за границей то есть она ограничена и и получается что ты у тебя дефицит общения да тебе хочется с кем-то общаться но но рядом люди получается не твои не на твоей волне и которые тебя не понимают и естественно может быть вот лена именно хотела вот это высказать что ну что как бы она не свои не и и это люди не вот так вот кажется потому что уже не присутствовали вот при этом когда лена говорила что-то плохо о других может лора это так как-то все вывернула урана вообще конечно прямолинейная и какая-то не как-то то черное то белое что ее кидает туда-сюда она достаточно грубая очень женщина и может на не поняла тонкости души вот этой еленых это хэп ну она такая тонкая натура я все время думаю откуда это вот у нее такие философские рассуждения всем что она так всю за жизнь вот понимаете вот когда она начала рассказывать как она была геологом как она получила образование как она работала как она потом пошла по карьерной лестнице я нисколько ей это нисколько не думаю что она врет она не врет потому что она очень подробно прямо называла те организации как они назывались где она работала он этот специально было названо для тех людей которые начинают скопаться в интернете она прямо даже адреса даже название этих организаций где она занимала должности и вот тогда у меня стало все на свои места знаете она занимала должности она была состоявшимся человеком в россии но она видимо от этого устала понимаете вот ну вот людям все время кажется что вот если вот вот у меня будет там вот что-то машина вот я буду счастлива и сколько вот было я видела что человек покупает эту машину и он несчастлив то есть она шла по карьерной лестнице она была счастлива но видимо в личной жизни все равно она была несчастлива все равно есть время что-то них ну почему вот надо именно вот сейчас начать выбирать прибираться это просто невероятно вот но это вот соседи вот вы спрашиваете про слышимость вот она слышимость какая вот смотрите она она купила там себе квартиру живи живи своей москве не понимаете вот людям ну а ну наскучивая вот как бы вот люди этот вот и тебя нет там квартиры машины и значит у тебя жизнь не удалась а у людей есть квартира и машины и все равно им кажется что у них жизнь не удалась несчастность почему-то ведь она она пошла вот уже учить этот испанский язык для чего-то ведь тоже человек пошел учить испанский язык то есть по путешествовав по миру когда она рассказала что она устала быть я так понимаю что она устала работать на руководящих должностях и она решил уйти в свободное плавание то есть ну ну человека такая натура и захотелось чего-то вот понимаете вот вот как все вот говорят жизнь она одна она одна понимаете вот человеку вот есть захотелось видимо посмотреть мир а когда она посмотрела мира она поняла что она не хочет больше жить в своем старом мире и она поехала начале она вышла замуж за мужчину инфантильного вот все значит вот ей вот и чут это что она вышла замуж за инфантильного мужчина так вы же должны понимать что руководитель женщина понимаете что эта женщина с очень сильным характером хоть как вы ее не будете оскорблять и обзывать она женщина с очень сильным характером хоть она и сюсюкается и философствует и какие-то у нее сентиментальные мысли но в реальности это очень сильный сильный человек все равности она сильный человек но она создает от первого впечатления какой-то мямли неприятного человека и ей это вот мешает жить вот это вот ощущение когда или первый раз увидела на канале что это человек какой-то вот слишком мягкий какой-то летающий в облаках и живущий какой-то своей жизнью там в розовых мечтах ну у каждого есть ну своя черта характер ну человеку нравится вот так витать в облаках она что кому-то мешает никому не мешает почему-то людей как раздражает то есть летая в облаках все равно на что создавал он да получается не она же тоже говорит да у меня не получается у меня взлет и то падение ну так же у всех и у всех всегда есть взлет и падение нет живут человек который вот идет вот и прямо у него все хорошо даже есть такая испанская пословица он говорит что мы с большим уважением относимся к людям которые упали встали и пошли дальше чем к людям которые просто бегут и бегут то есть как бы смелость тоже встать после провала и начать все сначала это тоже дорогого стоит ведь сколько людей просто опускаются и перестают что-то делать из-за маленького промаха из-за чего-то из-за мнения окружающих какой-то вот такой глупости то есть я несмотря на мнение окружающие несмотря такого обвала негативных комментариев о чем негативные комментарии о том что у нас огромное количество молодых людей я это не повторяю почему-то думать что они бессмертны они вот видимо все думают что он всю жизнь будет 25 лет у них всю жизнь будет красивое тело они никогда не будут болеть и никогда не будут старыми и попадая на канал и они начинают просто оценивать человека раз он возрасте раз нужен и у него некрасивое тело то можно его поливать грязью то есть первое что конечно из-за внешности и поливает но это странно мне вот всегда хочется на таких людей как посмотреть а вам-то когда будут 50 вне вся 3 и 54 года не хотелось бы на вас посмотреть 54 года как вы будете выглядеть в этом возрасте да и еще второе доживите еще до этого возраста сколько вокруг меня у меня вот одноклассников четыре человека умерла не даже они даже до 30 не не дожили до 30 представляете не то что до 50 то есть вот она ну а почему так произошло как вот я думаю как я думаю потому что человек когда делает канал ну как я и как она видимо человек это делать для того чтобы поделиться то что болит а болит в данный момент и она открыла канал и начала рассказать о том что болит в данный момент а я думаю что наверно надо когда ты начинаешь канал надо все таки наверное вначале про себя рассказывать то есть надо изначально рассказывать хоть какую-то маленькую про себя биографию Ну, чтобы люди правильно тебя начали оценивать. Потому что мне вот сейчас вот эти слова, вот эти лоры потухли сразу же. После того, как она рассказала, что она человек целеустремлённая, что она с образованием. Говорит она прекрасно. Хоть вот что вы будете писать, но когда вот первый мой шок, когда вот она села в треке, она начала рассказывать о том месте, где они едут. Она очень красиво рассказала. А потом она очень красиво стала рассказывать про свою жизнь. Это видно, что человек с образованием. Видно. И то, как она спокойно относится к неудачам, это тоже говорит о том, что человек, она очень сильный. И у меня совершенно по-другому повернулось просто. На 180 градусов у меня повернулось отношение к этому человеку. Повернулось. Я считаю, что она добьётся всего, что она захочет. Да, почему-то она неправильно поступила, что взяла такой большой кредит. Но мы же не знаем, с чем это связано. Значит, так было нужно. Но мы же всего не знаем. Невозможно людей так осуждать. И потом, она же эти кредиты не у вас просит. И она же пошла в треке работать, чтобы их погасить. Потом, человек, я думаю, что за два года она всё погасит, если она так будет работать в треке. И ещё одну вещь скажу, что тоже мне тогда тоже вот это как-то... Тоже плюс Лене, когда она стала рассказывать, что её взяли в школу. Понимаете? Вот её взяли в школу. Здесь с границей очень тяжело попасть в такую организацию. То есть с плохим языком, без диплома. Вот представьте, насколько этот человек представил себя, что её взяли в школу. Вот сейчас вы будете написать, что там дешёвая школа для иммигрантов и всё такое. Да, а вы попадите. Вы попадите вообще вот... Видите, вот здесь вот даже в уборщице в школу попасть невозможно. Ни в столовую невозможно здесь попасть в школу. Это постоянная работа. Это будет контракт 1300 евро. И ты будешь постоянно там туда не пролезть. Там только свои работают. Только свои. Конечно, для вас, для всех вот это вот... Ой, как это на кухне работа. Ой, как это там, я буду уборщицей в школе. Что для вас это позор, потому что в России эта работа неоплачиваема. Почему такое отношение? Неоплачиваема эта работа. Поэтому. А здесь эта работа хорошо оплачиваема. И поэтому здесь совершенно отношение другое к таким рабочим профессиям. То есть я сколько раз говорила. Если здесь имеешь работу, все, ты здесь хорошо живешь. Независимо, какая у тебя профессия. Ну, вот вся разница. Ну, огромная разница может быть, кто работает, например, врачом, зубным врачом. Потом этим адвокатом. Потом недвижимость. Может быть, у них огромные зарплаты. А основная это масса. Ну, смотрите, я на рецепции работала. У меня самый большой мой заработок был 1270 евро. Когда я в апартаментах работала. Самый большой. А вот эта вот уборщица, которая работает в гиперкоре, которая моет на машине эти помещения в гиперкоре, у нее заработок почти 1300. То есть получается, что как бы, и если ты работаешь в Меркадоне, тоже раскладываешь вот эти продукты, возишь их там, меняешь срок годности, там смотришь, полки тоже убираешь, тоже потом моешь, тоже почти 1400. Представляете, вот какой заработок, какая разница, какая вот эта работа. И вот, понимаете, вот Лену тоже начали гнобить, что вот раз такая вся с образованием, а тут ты в Америке, ты работаешь на такой, как бы, позорной должности, там какой-то помощник учителя. Я понимаю, что люди, которые живут в России, никогда никуда не ездили, не жили в другой стране, и не понимают, что такое говорить на чужом языке. Они этого не понимают. Ну, они не понимают, вот, я сама тоже с этим столкнулась. У меня была знакомая девушка, которая сюда приехала, она вышла замуж за каталанца, где-то она вот год, она уже почти год с ним жила, и как-то мы с ней гуляли по пляжу, и я ее спросила, ну а что вот, ну чем ты хочешь заниматься? Она гордо сказала, что я никогда в жизни не опущусь работать в магазине, или еще где-то ниже. А говорю, а кем ты тогда будешь работать? Она говорит, ладно, я буду работать секретарем. Я говорю, а ты понимаешь, что ты должна, чтобы у тебя, во-первых, было образование, надо здесь, местное образование, чтобы ты здесь где-то секретарем работаешь. Потом ты должна в совершенстве знать каталанский, в совершенстве знать испанский язык. Тебе, чтобы вот в совершенстве все это выучить, я года придется вот это, учить все это. Она говорит, ну а кем? Ну я говорю, ну хотя бы вот это, можно же на ресепцию. Нет, на ресепцию тоже, оказывается, у нее было позорно идти на ресепцию. Я не знаю, как люди едут за границу, на что вот надеться. Ну вот я вот ее спрашиваю, ну вот возьму тебя секретарем, вот у тебя телефон, тебе люди каждые пять минут будут звонить и говорить с тобой на каталанском. Как ты будешь им отвечать? Вот ты как сможешь им отвечать? При том, что мало того, что знать здесь язык, так надо же тут все-таки какую-то малымальскую историю, надо же, наверное, вот знать историю этого городка, потому что люди там могут про район что-то спрашивать там, ну мало ли как кем-то секретарем будешь. Что такое, какие-то такие вещи про люры начнут спрашивать, или вообще про испанию, или вообще там какие-то вещи. Это понимаете, вот человек, который живет в России, он не понимает, он пришел к секретарю работать, у него родной язык, он знает, что на его улице творится, он знает, как работают системы, более-менее вот эти вот какие-то управляющие. Но все равно люди как-то в курсе, как управляющие там ЖКХ работают, или что-то такое. Ну, вы меня, наверное, понимаете, как школа работает. А тут человек пришел, мало того, вообще не понимает, не как система школы работы, не как детский садик, не как... Человек на телефоне должен быть как справочник, должен все это отвечать. И я почему об этом говорю? Потому что я, когда на ресепцию тоже встала работать, встала, у меня вот все время была проблема с испанцами. Они мне подходили, они мне какие-то странные вещи все время спрашивали, что я вообще не могла понять, что им надо. То есть они какие-то мне все время организации спрашивали. А вот нам вот такая вот организация, а я даже не понимаю, о чем это. Я к Терезе подходила, говорю, вот, а они спрашивают. Потом Тереза спрашивала, а что им надо? А они говорят, вот им такая-то организация нужна, они там хотели что-то спросить. вот я к этому говорю вот для вас я это рассказываю что когда переезжаешь жить за границу ты начинаешь с нуля просто на каждый человек 0 каждый независимо с деньгами он приехал без денег там с каким-то маломальским языком стерну человек 0 понимаете вы попадаете в пространство в котором вы ничего не понимаете ничего не знаете не это потом еще у нас люди очень любят все как бы как бы все переделывать на русские манеры ну то есть приедут видит что все как-то не так и вместо того чтобы принять это я даже не так например привести например ну человек захотел прописаться захотел прописаться и и начинает везде ставать деньги типа думать что сейчас приду вот это пришел хочет прописаться ему говорят вам надо прежде взять ситу премьера то есть это а он стоит и и пытается деньги в сунуть в надежде что ему вот эту ситу премьера дадут вот без очереди глаза на лоб она берите ситу премьера свидать еще что вот тоже рассказывают вот кто работает с недвижимостью тоже наши приезжают то есть здесь работа с недвижимостью конечно наличными очень сложно заплатить надо сейчас может раньше не так было сейчас надо предоставить документы откуда у тебя эти деньги то есть наши все время пытаются спрашивать а как обойти этот закон кому что сколько дать налад то есть то же самое спрашивают про документы там начинает рассказывать типа вам не положены документы то вот то вот них а кому сколько занести чтобы не эти документы сделать это честное слово нет и я ты своим собственным ушами слышала как люди такое спрашивают ну то есть нет я просто пример пример привела а так просто другой стране и всего другого полно другого сверши даже говорю что я когда работала в апартаментах пришла я была в шоке что у меня не не предоставили мои должностные обязанности что должна выполнять но никто ничего толком не объяснял поставили и как хочет так и работаем принципе у нас такого прости нет прежде чем тебя ставят на какую-то работу вешать равно хоть как-то немножко объясняют что тебе да надо делать и должностную тебе дадут инструкцию что делать у наших нормально и вот я вот тоже считаю что как бы если блогер начинает ввести блок именно о том о своей жизни там что-то расскажу тут верно не надо начинать рассказ негатива не надо надо как-то начали о себе рассказать тот и что а вот это вот начинать с негатива что меня там муж бросил я конечно понимаю что это дает огромные просмотры потом что я там в долгах как шелках и да это дает просмотре но у человека потом воспринимать совершенно не так как он в реальности почему ей не на она не могла сесть и сразу нормально рассказать что вот вот так у меня складывалась жизнь я к ней совершенно поменялось сейчас отношения и ну то что она витает в облаках это ее личное дело каждый сам за себя платит но я теперь с лоры совершенно не согласна не согласна потому что знаете вот иногда человек ничего плохого не хочет сказать просто как бы свое мнение выскажет а его потом так перевернут вывернут всяко и человек оказывается что а потом за спиной слышишь что вот она вот там про тебя гадости а ты сидишь и грии когда я ничего плохого не говорил я вот так лично считаю ну то что лена может быть она пытается мне кажется она тоже поняла что люди и неправильно оценили а вот все время пытается вот переубедите и поэтому вот она вот там много так выпускает видео она пытается людей переубедить что они неправильно и поняли вот ей это хочется любни тоже в первое время тоже очень хотелось переубедить на и решил что это бесполезно бесполезно как тебя человек видит он как на тебя какое ермо надень так он как ему удобно так он и вообще конечно я очень часто и в жевске здесь вообще сталкивалась с тем что человек как-то тебя с первого момента неправильно оценивает потом пообщался понимать что что-то не то потом это все заканчивается что не хорошо заканчивается ну еще у нас очень любит люди любят другого человека принизить ну то есть считать что я выше я лучше и процессе когда общение понимает что-то совершенно не так это вот мне кажется за это вот еще где-то начинаются вот эти терки из-за этого что человека не воспринимает правильно как он на самом деле есть вот и это даже не то что вот зависть нет не зависть просто у каждого человека свое какое-то вот видение жизни и одни люди толерантные они как бы принимают жизнь другого человека ну и как думают но это его жизнь пусть его проблему а есть люди которые вот почему-то решает что их жизнь это эталон и начинают изо всех сил на это вот это свои мысли пытаться агрессивно навязывать окружающим и создают вокруг себя в общем ну негатив вокруг себя создает а потом совершенно не понимают думают что я же хотел по-хорошему я же хотел там людей как это к истине привести таких тоже очень много видео ладно до свидания уже видео и дерутся как видео надеюсь что оно у меня получилось в общем оно у меня было с телефона людей что он получил до свидания следующее видео все-таки я хочу там про экономику испании потому что стереотипно взгляд у меня тоже был стереотипный неправильный взгляд про экономику и сейчас я столько литературы прочитала не литература статей пропали про экономику испании я вам всем гарантирую что вы совершенно не так думаете про испанию 1 до свидания пишите комментарии